Приветствую вас на резервном канале Первого Циничного И сегодня мы попробуем разобраться, почему девушкам нравятся плохие парни Я думаю, каждый из вас не раз сталкивался с такой ситуацией Особенно в молодом возрасте, в подростковом может быть Молодые девушки предпочитают явных отморозков Если не каких-то уголовников, хотя и такое бывает, то явно таких подростков с девиантным поведением Да, и чем моложе девушка, тем скорее такое поведение у нее будет проявлено Ну в школе я очень много видел Вроде бы есть нормальные там пацаны, которые может быть даже проявляют уже в старших классах интерес к той или иной девушке Но она будет якшаться с какими-то откровенными отморозками Которые вот так вот между детской комнатой милиции и между там, не знаю, уже наверное зоной для взрослых где-то существуют Вот у этих отморозков практически никогда не было проблем с девушками, с женщинами Я помню один у нас учился, он третий что ли год сидел, даже не второгодник, а третигодник Вокруг него всегда такой цветник был практически Потом где-то класса, наверное, после девятого, да, получается его выкинули, то есть в 10-11 он уже не пошел Учителя рассказывали, что видят где-то по району шатается такой под кайфом Ну а я в налоговую потом устроился, по базе стал своих однокашников там смотреть, справки наводить Ну опа, красным выделен, нашел его, красным выделен Думаю, надо же, снять с учета, причина снятия, свидетельство о смерти там от такого числа Думаю, вот тебе раз То есть, ну действительно, как вот про него ходило, что там на наркоту подсел, так очевидно оно и было Так вот, вот у такого контингента никогда не было проблем с отношениями Поэтому, когда сейчас молодые люди говорят, что с девушкой невозможно познакомиться Там надо ее куда-то везти, они ломаются Вот это да, но это с позиции нормального молодого человека Вот у тех, они их никуда не вели, они ничего на них не тратили Просто там, ааа, пошли, и там, и шла, и самое интересное, шла, и им нравилось это, девушкам То есть, что получается? Создается такая картина своеобразная Девушка там, буквально где-то 14 лет может гулять, вот с таким контингентом А дальше уже где-то к 25, когда этот контингент начинает либо в зону отъезжать, либо на тот свет То она начинает искать себе как раз вот этого ботаника Ну это я говорил в других сюжетах То есть, она начинает искать стабильность То, что она при этом уже ботанику нафиг не нужна, это потертая, как правило, женщина Поюзаная, ну ее это не интересует Теперь она, скажем так, готова, созрела, нагулялась, как женщины любят говорить Но самый интерес, почему они сразу выбирают вот этих плохих парней, так называемых По большому счету это необъяснимо с точки зрения нагуляться А глобально, а что нагулялась? Вот этот вот ботаник, он перед ней будет там кланяться Он будет как раз на нее тратиться из последних карманных денег Тот отморозок, он скорее всего ничего этого делать не будет То есть глобально-то что нагуляться? Секс? Так и ботаник, наверное, не против Какая-то отмороженность, а в чем прикол? И вот здесь как раз мне видится очень интересный момент Причину лично я понимаю Смотрите, человек в принципе, ну и женщина в частности Рождается чистым Он не испорчен еще обществом, он не испорчен педагогикой, воспитанием Он рождается и у него есть определенный какой-то задаток Как хотите это назовите, душа, совесть Ну совесть, наверное, все-таки Это даже с религиозной точки зрения не совсем душа Это именно совесть Дальше человек вырастает, девушка, там девочка точнее Начинает подрастать и она сталкивается с противоречием С одной стороны вот этот голос совести Еще не задавленный, не задушенный С другой стороны пропаганда общества Матриархата, потребление, ресурсного отношения к человеку То есть человек это ни в коем случае там не цель Это средство, это ресурс И у нее получается, ну какое-то противоречие внутреннее И от этого противоречия, скорее всего, получается какая-то внутренняя Ну, минимум дискомфорт А скорее всего все-таки внутренняя боль И что человеку нужно делать? Знаете, бывает такое состояние Вот гнойник какой-нибудь, он уже наболел Надо к хирургу идти, вскрывать Или, ну в моем случае, допустим, там зуб наболел Нерв уже болит так, что я не люблю зубных врачей Но в какой-то момент он наболит уже так, что нужно вскрывать И вы даже вот эту резкую боль воспринимаете как облегчение То есть, казалось бы, он у вас болит стабильно А когда начнут сверлить, там больней будет Но больней будет в течение там нескольких секунд или минут Но зато потом облегчение И вы уже хотите этой боли Вы хотите вскрыть гнойник Вы хотите вскрыть там канал зуба Чтобы просто прекратилась боль То же самое здесь До какого-то момента девочка Скорее всего это еще даже не девушка, а именно девочка Живет вот в этом таком дисбалансе своего рода Ей говорят одно, она чувствует другое И наболевает откровенно Ей нужно, скажем так, большой толчок Что ей проповедуют? Ей проповедуют, что мужчина это ресурс Мужчина ей должен Мужчина это скот тяглого и так далее Но она с этим не согласна И в какой-то момент она понимает Что для того, чтобы вот эта боль отпустила Нужно шагнуть намного дальше Потом, то есть сейчас будет больней Как при вскрытии канала зуба Но потом станет уже вот к этой боли Она невосприимчива То есть она идет Начинает якшаться с отморозком Мораль по боку То есть какое-то, ну вообще элементарное Мораль по боку Бухать, там курить Может быть даже наркота легкая Но если тяжелая, она просто до взрослой жизни не доживет Какие-то отмороженные отношения То есть все, морали абсолютно нет Совести нет В итоге она глушит совесть Потому что ей нужно вынуть как раз вот эту занозу Занозу, которая, когда у нее уже преобладает, скажем так Потребление, матриархат То совесть становится занозой Заноза это то, чего меньше То есть до какого-то момента, допустим У человека потребление и матриархат будет занозой Когда у него совесть нормально развита Захочется вынуть это Захочется освободиться от грязи Но в какой-то момент, когда грязи станет больше 50% Занозой станет совесть И захочется вынуть ее Я думаю, что заноза, в буквальном смысле Буратино не беспокоила бы, например Он и так деревянный Она будет беспокоить тогда, когда она инородна И вот девушка как раз хочет вынуть эту совесть Избавиться Избавиться от этого зуда откровенного Чтобы не было Она связывается с каким-то там конченным отморозком Который продвигает ее в грязи намного дальше И потом, ну не знаю, передозняка может быть куда-то уматывает Или просто бежит продвигать следующую Ну на то он и отморозок А девушка получает уже, соответственно, невосприимчивость Ну к меньшему, к меньшей грязи И дальше она начинает искать ботаника И вот когда она к этому ботанику будет уже относиться Как к ресурсу, как к скоту Ботаник будет на нее смотреть Так в рот ей заглядывать Что да, да, моя богиня Она его будет чмореть откровенно Она уже не будет испытывать вот эти муки совести По ней уже танком проехали И все И в каком-то смысле она будет благодарна Вот тому стоматологу Тому отморозку Который удалил этот самый нерв из канала Воспаленный Удалил воспаленную совесть И дальше уже все хорошо То есть она понимает, может быть, каким-то нутром Что ей нужно использовать мужчину В качестве ресурса Но А что совесть-то делать? Совесть нужно удалять Вот она и удаляет Где-то там до 23-25 лет А дальше начинает уже использовать Ботаника того же Которому она еще недавно якобы брезговала Она на самом деле не брезговала Она просто на него дорастала Дорастала в черноте В деградации Теперь он ей уже по плечу Теперь она уже, скажем так Не будет терзаться тем, что Ботаник там будет работать на трех работах Ради нее Она будет все это получать И гулять на стороне Пока он там на третьей работе Она где-нибудь трахаться будет С таким же отморозком Который еще от предозника не помер Ее уже это мучить не будет Потому что она уже, скажем так, подготовлена Вот Это единственная причина По которой девушка будет связываться С такими отморозками Другой вариант Немножечко пропустить время То есть ботаник-то он тоже как бы Ну не конченый идиот То есть тут нужно хотя бы поймать момент Сначала давить совесть А потом где-то там Ну не позже 25 лет Уже искать ботаника А если увлеклась Если не знаю там Как-то не смогла сразу совесть задавить Увлеклась отношениями Вот с этими плохими парнями То потом Не ликвид Может получиться не ликвид И ботаник просто не клюнет Ну или ботаников на всех не хватит И тогда уже меняется Меняется, скажем так Мотивация отношения С плохими парнями Тогда это уже неизбежность Тогда это уже просто выпадение В тот класс Снижение Ну скажем Снижение определено Социальное снижение И переход в класс Скажем так Плохих женщин Конченых женщин И все И общение уже тогда с равными Потому что ботаник на нее не клюнет Здесь да Здесь очень тонкая грань То есть с одной стороны Задавить совесть С другой стороны Сохранить допустим Ну какую-то внешку Хотя бы нормальную Чтобы ботаник откровенно Просто не стошнило его При знакомстве с этой женщиной Чтобы грязь была душевная Духовная Но еще не вылазила на внешнюю Дело в том Что душевная грязь Она здорово меняет лицо Она здорово меняет облик человека По лицу очень часто видно Там на лбу написано Меркантилизм Жажда какая-то Денег Может быть мерзость какая-то Грязь душевная Это очень часто видно И женщина становится просто некрасивая Поэтому нужно поймать вот эту грань Вот это единственная причина Которая мне видится В таком в общем-то неразрешимом Парадоксе Что зачем вешаться на плохих парней Когда есть рядом хорошие Просто это помощники Помощники скажем так В совершенствовании Женщины потребления Они ее взращивают Они ее избавляют от лишней боли Ну вот примерно так